Что заставляет женщину, хрупкую по своей природе, выбирать силовую структуру? Брать на себя ответственность и задачи наравне с представителями сильной половины. Забегая вперед, ответим. Всеми нашими героинями руководило огромное желание быть полезными другим. А реализацию собственных планов они осуществляют в структуре МЧС. Молодой сотрудник ведомства Ксения Левошко осознанно решила получить профессию инженера инспекции, надзора и профилактики. Деятельность девушки направлена на исследование объектов по части соблюдения правил безопасности. Сотрудник МЧС любит свою работу. Трудится в Бресте, считает большой удачей, ведь город быстрыми темпами развивается и разрастается новыми зданиями и сооружениями. А потому дело всегда есть и оно очень интересное. Почему выбрала работать именно в самом городе Бресте? За счет того, что можно получить хороший большой опыт работы. Даже сравнивая тот город, в котором я родилась, здесь гораздо больше предприятий, развито торговли. То есть опыт все-таки решает в данном направлении. В коллективе преимущественно мужском Ксения Левошко чувствует себя комфортно. Коллеги всегда приходят на помощь и делятся опытом. Мария Маргунова пребывает в большой и дружной семье Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям уже пять лет. Инспектор группы пропаганды благодаря своей в большой степени креативной работе может реализовать собственные идеи. Так сотрудник МЧС придумала и воплотила в жизнь задумку по созданию наглядных материалов по правилам безопасности для детей. Осуществление ее на практике доказало свою эффективность. Свои способности Мария Маргунова демонстрировала на конкурсах профессионального мастерства, к слову, весьма успешно. Мне всегда хотелось чего-то особенного. Чтобы это было действительно, чтобы можно было с гордостью говорить, где ты работаешь. Чтобы вот, ты ведешь по улице и сразу видно, вот что, работаешь в такой серьезной организации. Ну и тем более, естественно, МЧС это у нас одна из самых престижных, наверное, структур. В городе над Бугом эту девушку знает лицо и всегда ждут в гости люди пожилого возраста. Визиты сотрудника МЧС в их дома регулярны и носят профилактический характер. В семье Марии два спасателя. И это, по словам инспектора группы пропаганды, не случайно. У меня муж работает в Каменецком районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Работает начальником караула. ПАШ номер два высокая. Учились мы с ним вместе. Так получилось, что мы распределились в Ацеичи вместе. Ну и вот так вот. Я еще помню, после распределения мы с ним вышли. Вот он ко мне подошел. Говорит, вот я тоже в Ацеичи распределился. Наверное, это судьба. Ну мы, конечно, пошутили, посмеялись. А потом оказалось, что да, судьба. Татьяна Аполька – сотрудник МЧС в третьем поколении. Дедушка и отец Брещанки много лет отдали службе в структуре. Вопрос о выборе профессии перед Татьяной не стоял никогда. В Брестском областном управлении МЧС женщина трудится ни много, ни мало – 14 лет. В мои обязанности входит составление бюджетных смет по республиканскому областному бюджету, расчет калькуляции по платным услугам. Ну и взаимодействие с область полкома и министерством. Коллектив у нас хороший, и работать интересно, и общение с людьми постоянно. Весело, интересно, мужчины вокруг одни. Преимуществ в каждой из профессий, очевидно, масса. Неслучайно женщины предпочли связать свою жизнь с данным ведомством. И хотя круг обязанностей и задач у представительниц прекрасной половины немало, в своей работе они отдаются полностью, но главное – они любят то, чем занимаются. Их выбор заслуживает уважения у других и вызывает гордость у близких. Папа очень был доволен, но горд, конечно, это для него единственная дочь. Пошла в погонах, работает, ему это очень нравится. Он гордится и при возможной ситуации везде хвастается. Таковы они, женщины в погонах. Соответствуют ли они собирательному образу из фильмов, решать, конечно, зрителю. Одно не подается никакому сомнению. Наши героини остаются женщинами и мамами. Хрупкими, нуждающимися в заботе, любящими. В прекрасный праздник 8 марта они заслуживают самых лучших пожеланий.